ПЕРЕСЛАВСКАЯ РАДО Воссоединение с Украиной, присоединение, присоединение чего? Или просто очередная война с Польшей. До нас вот дошел такой штамп со времен СССР, как будто тумблер в голове. Приучили нас к тому, что в это время вдруг возникает борьба украинского и белорусского народа освободительная на территории некой Украины, возникшей вот в то время. И все это завершается воссоединением с Богданом Хмельницким и прочим. Давайте вспомним. Вот современная Черниговская и часть Сумской области, когда оказались в составе русского государства? Еще сильно до Ивана Грозного. Из Великого княжества Литовского перешли к нам князья эти, вполне законно, по тем порядкам, отъехали из Великого княжества Литовского к Москве. Затем, через сто с лишним лет, эти земли, Чернигов, северские земли, были снова захвачены Речью Посполитой по итогам смуты и иностранной интервенции. Спустя несколько лет, в рамках реванша, начинается очередная русско-польская война. И вдруг оказывается, что война эта идет не просто так, за присоединение каких-то украинских земель, которые, пребывая несколько лет в составе Речи Посполитой, вдруг поменяли свой статус и свое название. Странное порождение старых советских учеников истории, писанных в 30-е годы, во времена искусственной коренизации, украинизации, дружбы народов и формирования вот этого вот огромных союзных республик, в том числе и украинской республики, объединившей внутри себя самые разные земли. Давайте опять вернемся к истории. Мы говорили, что после нашествия Баты, южные и западные русские земли, мы их так называем, потому что такое было их самоназвание. Читайте летопись, они сами себя называли русская земля. Это аутентичное для той эпохи самоназвание страны и государства. Вот эти русские земли, западные, в основном вошли в состав литовского княжества. Небольшая часть, галецкая и частично волынская земля вошли в состав Польши. Дальше история распорядилась таким образом, что центром собирания земель, воссоединения под властью Рюриковичей стала Москва. Именно московские князья Рюриковичи собирали русские земли, сбросили в итоге ордынскую зависимость, поглотили в себя, в конце концов, всю Золотую Орду и стали центром собирания своего наследства. Могли ли эти процессы пройти в ВКЛ, в Литве? Теоретически могли. Но там, в общем, исторические процессы пошли совсем другие. В 14 веке правящая элита, смешанная русско-литовская, приняла католичество, а народ был православный. Тогда это водораздел. Затем была заключена уния с польским королевством. Более того, часть православного духовенства подчинилась власти Папы Римского, приняла унию. И началось ополячивание и латинизация. Православие подавлялось. Было это и на землях современной Украины, современной Белоруссии. Просто в Белоруссии не было такого военизированного ядра, основы для формирования народного войска, какое оказалось в Запорожье. И еще после смуты, но до начала нашей попытки реванша русско-польско-смоленской войны, митрополит Киевский официально просил Михаила Романова заступиться за свою паству. На русских землях, географически, политически относящихся к современному украинскому государству, идет бурление, восстание казачества. Москва внимательно следила за тем, что там происходит. Понимала, что есть риск, или самим придется так или иначе ввязаться в эту историю, или что это возмущение перекинется на нашу землю. Поэтому у нас оборудуются пограничные крепости, формируется, выражаясь современным языком, военная круга. Тогда их называли разряды. Там сосредотачивается близко граница, сторожевая, станичная дозорная служба. Но воевать Москва не хочет. Москва ждет, чем закончится вот эта смута. Богдан Хмельницкий тем временем забрасывает Москву, Боярскую думу, царя письмами. Всего было восемь посланий от Богдана Хмельницкого с просьбой, с уговорами принять войско Запорожское под руку Москвы. На каком-то этапе он даже откровенно угрожает, говоря, что если вы не согласитесь, мне придется обратиться за союзом к османам, через Крымского хана к Османской империи. Ну, мы одни не выдержим против поляков, не выстоим. Кто-то должен нас защитить. Богдан Хмельницкий интересный человек. Его фигура есть на памятнике «Тысячелетие Руси». Это яркий политик, образованный человек. Закончил иезуитский колледж. Плодил несколькими иностранными языками, и латынью свободной, и польским. Это был для Речи Посполитой опасный враг. Человек глубоко православный. Лидер, лично оскорбленный и обиженный поляками. Вы знаете хрестоматийную историю про то, как запороли до смерти его сына и увели его возлюбленную, польские магнаты. И как он долго и безуспешно добивался праведного суда при польском королевском дворе, и как смеялись над ним русские, человек второго сорта. Ну, даже если Шляхтич неправ, что мы можем сделать? Анатолий Шляхтич после очередного мощного восстания обедненного запорожцев и других казачьих отрядов, так называемых реестровых казаков, когда он охватил огромную территорию, там было много финансовых вопросов под этим, об этом говорить не будем, и имущественных, и личных обид, но знаменем восстания казачества было защита православия. И желание управляться самим, исповедовать веру свою, а не чужую, говорить на своем языке на русском, говорить на своем русском языке в храме, а не на латыни. И вот идут одно за другим обращения Богдана Хмельницкого в Москву, они рассматривались аж двумя земскими соборами. Царь не брал на себя вопрос принять запорожцев под свою руку самолично, он понимал, что за этим будет большая война с Польшей. И поначалу мы старались занять такую позицию как бы посредника миролюбивого, предлагали помириться. Первое время говорили Хмельницкому, ну мы возьмем ваш запорожцев под себя, но только если вы с Польшей сами об этом договоритесь. Мы как-нибудь с ними расплатимся. Ну постарайтесь договориться сами. Потом мы посылали даже в Польшу посольство специальное, пытаясь заключить какие-то миролюбивые, чуть не сказал, минские соглашения, чтобы запорожцы числились в составе Речи Посполитой, но чтобы православных не обижали, чтобы была у них автономия, свои силы самообороны, чтобы церкви не трогали. И только тогда, когда поняли наконец, что с одной стороны, вот если мы сейчас запорожцев не защитим, то в итоге уйдут они под турок, потому что деться им некуда. А с другой стороны, то, что польский король, какие бы там он мирные переговоры не предлагал, ничего делать не будет. И по-прежнему будут проводить свою упорную антитеррористическую операцию на землях запорожцев. Ну вот, поставленные перед таким выбором, наконец, вторым решением Второго Земского Собора в 1653 году русское государство решает поддержать единоверцев и принять их под свою защиту. В январе 54-го года, уже спустя несколько месяцев, собравшаяся Рада в Переславле это решение поддерживает войти в состав русского государства. После царского указа и решения Земского Собора о принятии в поднанство к Хмельницкому было направлено русское посольство. И это посольство приводило к присяге сначала делегатов всего казачества, а потом посольство и разные другие представители объезжали 183 города и местечка, и в каждом из них на собрании местных жителей проходило голосование и присяга русскому царю. Надо сказать, что польский король не бездействовал, он тоже рассылал своих представителей, грамоты по всем этим десяткам городов, призывал их покончить с сепаратизмом, вернуться под польскую корону. Ну, в общем-то, жители уже все знали, все понимали, и на эти польские королевские грамоты плевать хотели. В 54-м году после Рады в ответном письме московскому царю Хмельницкий писал Алексею Михайловичу «Все войско Запорожское и весь мир православный российский под крепкую высокую руку свою царскую принятие изволил». Как подписывался Хмельницкий? Знаете, и в чем была суть присяги, которую принесли запорожцы и весь мир русский православный на этой земле русскому царю? Вот интересно, что до Переславской Рады официальный документ Хмельницкий подписывал так «Гетман с войском его королевской милости Запорожским». То есть, Гетман самостоятельный руководитель, но войско его королевской милости. Все-таки политес некий еще соблюдался. А сразу после Переславской Рады подпись стала такой «Вашему царскому величеству верные подданные и наинижайшие слуги Богдан Хмельницкий Гетман с войском Вашего царского величества Запорожским». Все, войско уже московское. Кстати, послы после присяги торжественно вручили специально привезенные из Москвы знаки гетманской власти булаву, хоруфь, знамя и соответствующую парадную одежду. Итак, какая была суть договора между запорожцами, гетманством русского православного войска и Москвой? Это был не договор. Форум эта имела челобитные. Было оформлено как просительные статьи, которые подавались на царское имя в виде просьб. И вот на эти просительные статьи бояре от имени русского царя давали свое согласие. О чем били челом, о чем просили царя? Первое. Сохранить выборность гетмана и генеральной старшины. Пожалуйста, местное самоуправление у нас так принято было. Сохранить права и вольности старшины, в том числе размер жалования. Сохранить самостоятельность войсковых судов. Да это бога ради. Кто же вас судить еще будет? Где вам... Мы в Москве судей на вас найдем. Просили увеличить численность реестровых казаков до 60 тысяч. При поляках было 20. Реестровые казаки и те, которые получали жалования из федерального центра. Денежное. Пожалуйста, Москва на новых своих воинов не скупилась. Наконец, сбор податей оставался в ведении казахских властей. И это ради бога нам меньше головной боли. Право самостоятельно принимать иностранных послов, кроме польского и турецкого. Но вот это уже эксклюзив. И право ограниченной внешней политики все-таки довольно скоро у запорожцев было изъято. Ну и, наконец, просили военной помощи против поляков. Военную помощь дали. Немного еще о названиях, о терминах. Значит, мы уже поняли, да, что все время фигурируют российское, православное, христианское, русское. Никаких других слов здесь нет. Самих казаков, жителей не только Запорожья, но и казаков правобережных, просто крестьян, тогда называли у нас черкасами. Казаками их называли поляки. Кстати, в Польше были еще отдельные отряды, польские отряды, вооруженные на казацкий манер, как легкая кавалерия. Вот они назывались хорувиями казацкими. Сами запорожцы называли себя запорожцами. Ну, или иногда казаки. Никаких украинцев, никакого украинского народа, даже в воспаленном мозгу ни Богдана Хмельницкого, ни польского короля быть не могло, потому что слов таких не было. Там же сложная была история. После смерти Хмельницкого разные были течения, новые гетманы метались, искали, где выгоднее иногда. Даже какое-то время там появился такой прообраз Мазепы. Гетман Выговской или Выговский. Он пару лет гетманствовал после Хмельницкого. И сразу пошел интриговать. Значит, там договорился о чем-то сначала с татарами, крымскими. Потом, значит, стал пытаться договориться с поляками, переметнуться от Москвы, может, там повыгоднее. Выторговывал себе отдельную территорию, отдельный статус, как ему казалось, более автономный, чем в составе русского государства. Вот по образцу Великого княжества Литовского, которое считалось составной частью Речи Посполитой с элементами существенной автономии. Вот он выторговывал себе тоже княжество отдельное. И даже название этого княжества в документах, в переписке, естественно, предательской с польской короной обсуждалось. Как вы думаете, как это княжество называлось в переписке? Предполагалось назвать это княжество так, как оно и должно было называться. Великое княжество русское. Судьба, кстати, этого гетмана тоже предваряет Мазепинскую. В конце концов, казаки узнали про все эти его интриги, возмутились, свергли его. Хотели казнить, но он бежал, добрался до Польши, обитал там какое-то время при дворе, даже стал польским сенатором. Но ненадолго. Потом тоже с поляками что-то не поделил. Ну и они его судили и расстреляли. Война с Польшей после решения о принятии под руку русского царя запорожского войска и окрестных земель продолжалось долго. Довольно быстро наша армия освободила Смоленск, Могилев, Полоцк, Минск. Фактически заняла всю территорию современной Белоруссии. Запорожца даже осаждали вместе с одним московским полком Львов. Речь Посполитая была на грани краха. С севера на них напала Швеция. И тут они уж не знаю как додумались предприняли необычайную политическую хитрость. Предложили польскую корону самому русскому царю Алексею Михайловичу. Таким образом он объединил бы, стал бы царем русским, королем Речи Посполитой, вбиравший в себя и польскую корону, и земли Великого Княжества Литовского. Вот она одним шагом, одним жестом и сразу с запасом огромным объединения всех русских земель и даже не совсем русских под властью единого русского царя Романова. Заманчивая перспектива. Поляки просили только одного. Первое перемирие, второе помощи в войне с шведами, которые довольно успешно занимали польские земли с севера. И поверил, повелся Алексей Михайлович, поверила его правительства, заключил с поляками мир, стал воевать со шведами, тоже поначалу успешно, но поляки собрались силами, договорились еще с крымчаками и ударили по русским. Пришлось даже оставить часть занятых территорий. Все это еще наложилось на большой финансовый кризис. В России тут медный бунт, самая нелепая, смехотворная финансовая реформа, которую решили предпринять наши великие монетаристы. полный финансовый паралич налоговой системы, размер недоимок на момент смерти Алексея Михайловича составлял сумму, которую представить себе не мог русский человек, рука не поднималась написать такую на грамоте, миллион рублей. Наверное, первый раз, когда цифры вообще в принципе фигурируют. Миллион рублей за должность по налогам, казна пустая. Поэтому решили остановиться, довольствоваться тем, что есть, не брать уж все земли Речи Посполитой. Так что победа была, ну, такая ограниченная. Вернули Смоленск, Чернигов, все северские земли, вернули все, что потеряли в смуту. Ну, и самое главное, все земли к левому берегу Днепра. Вся левобережная часть русских земель Днепровских снова стала русской. И даже сам город Киев остался за Москвой, за Россией. Формально он числился как бы во временном пользовании, но пройдет некоторое время, и он будет официально у поляков выкуплен уже при Голицыне премьер-министре фаворите царевны Софьи. Знаете, за сколько? Есть точная сумма. Ну, во-первых, купили со скидкой. Поляки просили за Киев больше. Торговались дико. Торговля шла в Москве с польским посольством. Голицын проявил себя искуснейшим дипломатом-торгашом. В общем, скидка была в итоге процентов 80 от первоначально заявленной цены. Поляки порывались уехать, тот их возвращал. Потом, ну, все, знаете, как в арабской лавке в Египте, когда торгуешься. Потом Голицын прерывал переговоры, говорил, что все, ни гроша больше, будем воевать, ни копейки не дадим. В конце концов сторговались 146 тысяч серебряных рублей. Большие деньги по тем временам, четверть, наверное, доходной части бюджета русского государства за год. Четверть годового бюджета. Но деньги заплатили один раз, а Киев остался наш. Законно купленный. Вот эти вот возвращенные территории по левому берегу у нас, опять же, в литературе принято называть Левобережной Украиной. С той поры. Это, конечно, грубая историческая ошибка. Эти земли назывались Малой Россией. Обладание ими было внесено тогда в царский титул Алексея Михайловича. В титуле его слова «государь всея Руси» были официально заменены. «Государь всея великий я и малый я Руси». А также было возвращено слово «и князь Черниговский» и добавлено «и князь Киевский». А для управления этими землями возвращенными русскими как Чернигов Стародуб северские княжества и вновь приобретенными как Левобережная Малая Русь был создан приказ отдельно. Причем разницы никакой не проводилось потому что люди-то одни и те же и там и там православные русские ни культурных ни языковых различий никаких нет между Стародубом Брянском и Киевом. Поэтому приказ был создан один и назывался «Малороссийский приказ». В ходе этого длительного противостояния с Речью Посполитой как-то параллельно по ходу дела русским государством была не скажу что завоевана а освоена еще одна старая русская земля владения Рюриковичи а на каком-то этапе владения половецких ханов легендарные пуловцы кочевали поэтому у них пограничных столбов не было земля эта получила название Слободжанщина сегодня называют иногда Слободская Украина но тогда эта земля называлась Слободские полки почему полки потому что слово полк имело два значения это во-первых воинская часть обычно казацкий полк а второе значение полк это военно-административная территориальная единица вот как уезд или район то же самое значение полк особенно если там находится в этом районе еще и какая-то воинская часть очень удобно туда переселялись в эти новые земли осваивали их христиане из центральной России переселялись горожане целыми слободами шли туда мастера поэтому называли слободские слободами заселялись получали массу льгот как западные переселенцы в Соединенных Штатах на Диком Западе получали и землю в пользование бесплатно и налоговое освобождение и самоуправление только подчиняйтесь формально воеводе а внутри уж там рулите как хотите и что это за слободские полки скажете вы мне я вам отвечу эти осваиваемые земли часть Курской области Белгородской области современная часть Луганской Республики северная часть Донецкой Республики почти вся Сумская и Харьковская область включая город Харьков основанный тогда же при Алексеем Михайловиче как русская военная крепость центр одного из угадали полков русских возвращалась в 17 веке русская земля в огромных масштабах России земля это была хорошая что в Сибири что на юге что в Слободжанщине осваивалась она свободными людьми вольными легко как-то все это шло тогда земля была хорошая и люди были сильные но на этом Россия не остановилась о том что было дальше мы поговорим при следующей встрече спасибо вам за любовь русской истории вот так постепенно мы с вами узнаем как сложилась наша самая большая самая прекрасная страна в мире Россия до следующих встреч спасибо вам субтитры